В Нягоне на базе детского сада «Сказка» создали уникальную инклюзивную среду для малышей. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов в рамках нацпроекта образования. Необычный центр под названием «Инклюверсариум» посетила во время своего рабочего визита Наталья Комарова. Это позволило дополнительно охватить детей, увеличить количество времени необходимого для занятий. Центр помогает выявлять нарушения развития на ранней стадии, а также оказывает комплексную помощь детям с ОВЗ и их семьям. С юными воспитанниками занимаются специалисты Центра психолого-педагогического сопровождения содействия. В этом году они получили сразу два президентских гранта. Один из проектов победителя называется «Совушкино объятие». Благодаря поддержке фонда мы имеем возможность создать условия для сенсомоторной интеграции детей. Сенсомоторная коррекция как бы возвращает ребенка к самому раннему детству. В инклюверсариуме оборудован сенсорно-динамический зал «Дом совы» с набором специальных подвесных снарядов для занятий. Важно, насколько ваша программа отрабатывает тот эффект, который вы планировали. Вот это для меня важно. За счет занятий система восприятия движения у ребенка выстраивается заново. Помогает малышу лучше воспринимать себя и окружающий мир. Регулировать и планировать свои действия, в том числе речь. Вы воспитательницы, они какие? Замечательные? Они вас не обижают? Нет, они добрые. Они добрые, по сути своей. Также для воспитанников с особыми образовательными потребностями созданы профильные лаборатории психолого-педагогического и дефектологического сопровождения. В сентябре в детском саду планируется открыть ясельную группу «Кроха» для малышей от двух месяцев до двух лет. Наталья Акст, Владимир Дадыко, окружная телерадиокомпания «Югра», Нягонь.